Уже несколько дней журналисты телерадиокомпании Керч с интересом наблюдают за событиями в сети интернет. И может интереса было бы много меньше, как бы некоторые заявления на сайте Керч Фэм не касались деятельности нашей компании. Кому только за неделю не присваивалось право собственности на канал. Фигурировали невестка мэра, его сын. Мы с интересом ждем появления на сцене новых родственников. И между делом консультируемся с юристами. Средства массовой информации вообще-то должны действовать в законодательном поле. Суть деятельности заключается в том, что они действуют в сфере публичных правоотношений. То есть распространяют информацию. И одним из основных условий гражданского общества, которое формируется в нашей стране, является возможность защиты интересов лица, в отношении которого распространяется данная информация. Не секрет, что последние несколько дней создалась достаточно напряженная ситуация по взаимоотношениям между владельцами сайта Керчь-ФМ, которые распространяют различные сведения, в том числе и в отношении владельцев телеканала. Вообще-то общее правило гласит о том, что если распространяется какая-либо эта информация, то прежде всего предъявляемые основные требования относятся к ее достоверности и полноте. И в этом случае на журналистов, тех лиц, которые являются профессионально подготовленными, прежде чем что-то утверждать, необходимо данные сведения проверить. Чем больше полномочий, тем больше ответственности. Однако в данном случае все, что требовалось от журналистов, это проверить данные. Это можно сделать при помощи запросов. Потребовать подтвердить полноту и достоверность тех сведений, которые утверждает лицо. Если такие сведения не подтверждаются, то по общепринятому правилу лицо, допустившее распространение недостоверной информации, обязано в такой же способ, в таком же объеме опровергнуть эту информацию. На данный момент в редакцию Керчев-М уже направлен адвокатский запрос с требованием предоставить документы, которым руководствовались авторы статьи. Продолжение следует...